Доброе-доброе утро, у нас сегодня уже не знаем о какой день размораживается холодильник, мы живем без него. У меня сейчас все стоит на балконе, потому что там хоть чуть-чуть попрохладнее, вообще у нас сегодня пасмурно на самом деле. Поэтому я этому рада, но на балконе чуть похолоднее, чем дома, поэтому it's ok for today. И вообще настроение достаточно странное, потому что мы очень поздно с Сашей легли спать, потому что я сказала, Саша, давай ты посмотришь бумажный дом. И мы начали смотреть вместе от сериала, и все, и понеслась. И, короче, прям долго уже смотрели, но он реально шикарный, если вы еще не встретите бумажный дом, то очень рекомендую его. Вот вчера еще читала, слушала новый подкаст, хочу, кстати, вам о нем рассказать. Называется V-Talk, насколько я знаю. Не знаю, слышали вы о нем, не слышали до этого. В общем, мне на самом деле очень нравится, я прям хочу порекомендовать. Возможно, он даже войдет во Вдохновила, но если не войдет, то я хочу, чтобы вы его запомнили. Такая, у него 3W-Talk, Вика. Вот так вот называется подкаст. И я слушала, сейчас скажу, какие я послушала, какие мне понравились, которые я порекомендовала бы тоже. Вот, о любви через боль, челесность и призвание. И я послушала... Вообще круто, тут очень много любви к себе, поэтому... Вот, о пути к себе, отношения с родителями и негативе в сети от Саши Новиковой, очень клево тоже. Вот, поэтому рекомендую заходить. Много интересных подкастов, там вообще не реклама ни в коем разе. Просто, правда, наткнулась сама и безумно этому рада. Вот, а теперь я хочу пить кофе. Я вчера не пила кофе, не знаю, не хотелось. Я рада этому. То есть, раньше у меня не было такого, то есть, была привычка пить кофе. А сейчас, если не хочу пить кофе, я просто его не делаю. Но когда я хочу пить кофе, я его пью столько, сколько мне хочется. И ты такой, хм, как круто. И, кстати, по поводу анализов я записалась. И 22-го числа завтра с утра я пойду сдавать. Вот, узнаем, как мои дела. Потому что, на самом деле, почему я это делаю? Мне не нравится мой цвет кожи. Многие из вас были правы. Но не насчет того, что у меня что-то вокруг рта. Это, в целом, тут, как бы, эта часть, она как-то отделяется. Поэтому она может чуть-чуть отличаться от обычного тона. Но мне не нравится, что моя кожа достаточно желтая. То есть, я желтею. Я не знаю, почему это так страшно и странно. Вот, ну, посмотрим. И также, ну, вообще, в целом, нужно проверять, когда ты не ешь мясо, рыбу, молочку и так далее. Нужно проверять витамин D3, ну, вообще, там, D2, D3, B12 и так далее. Вот, все надо проверять. Там, йод, железо, кальций, калий. Все в этих анальциях есть. Альбуин, ферритинин. Короче, все проверю. И расскажу вам, что, как у меня дела со здоровьем. Потому что, в целом, чувствую себя нормально. Иногда бывают такие, знаете, что сил нет. Но, типа, это нормально. У всех бывает такое, что сил нет. Дешево, ты моё. Я сейчас занимаюсь тем, что разбираю холодильник. Я его помыла. Теперь он у меня чистый. И я хочу сложить все продукты, которые у меня остались. Это молоко. По-моему, оно не испортилось. Я очень на это надеюсь. Также томатная паста в консервах. Я, честно, не знаю, почему я храню это в холодильнике. Просто это очень удобно стоит. И я такая, ну, окей. Также у меня есть нут консервированный на всякий случай. И кокосовое молоко. Вот такое вот. У нас уже добрый вечер. Я потихоньку собираюсь ложиться спать. И что хочется сказать, что я сейчас немножко решила потянуться под конец вечера. Потому что завтра нет практики. Завтра, ну, сегодня новолуние. Не помню. Сегодня на завтра или завтра на послезавтра. В общем, новолуние, извините. И, в общем, практики нет. Еще из новостей. Завтра я иду сдавать утром анализы. Посмотрим, как у меня дела обстоят с моим здоровьем. И еще хочется сказать, что я просто для себя сегодня, наверное, открыла Алину Солопову. Правильно же говорю? Солопова она. Никогда не произнесила ее фамилию. Сейчас поняла, что мне странно ее произносить. В общем, я помню, я смотрела до того, как я сама начинала снимать. Но, что хочу сказать, что какое-то время, когда она начала снимать какие-то челленджи, я от нее вообще отдалилась. Я перестала ее абсолютно смотреть. Мне было неинтересно. И вот тут я случайно открываю ее видео и понимаю, что вау, это очень круто. Это реально очень классные мотивационные ролики. Поэтому, если вам не хватает мотивации, то я прям highly recommend, как говорится. И также я пересмотрела влоги старой Даши Центер 16-го года, 17-го. И, блин, у меня такая приятная ностальгия. Поэтому, если вы тоже смотрели этих девчонок, то я рекомендую иногда возвращаться. Или, например, если вам хочется поностальгировать по моим видео тоже, это очень клево возвращаться к чему-то и смотреть. Потому что я, на самом деле, поймала такой момент, что я вспоминаю себя в то время, когда я смотрела эти видео и как они мне помогали. Я не знаю, каким образом, просто на каком-то ментальном мозгу где-то там они мне очень помогали. И я этому безумно благодарна. Поэтому иногда очень приятно к такому возвращаться. А сейчас я говорю спокойной ночи и уже до завтра. Ну что, я сходила, встала анализы, брали из вены. Поэтому сейчас пойдемте завтракать. Попалась просто какая-то чудесная женщина, которая брала кровь. Не то, чтобы я ее боюсь брать или еще что-то, но я понимаю, что многие боятся. И я... Она прям вообще, она милая, милая. Она такая, давай посмотрим твои ручки. Понимаете, как с ребеночком, который боится? Давайте посмотрим твои ручки. М-м-м, ничего не ела. Вот сейчас чуть-чуть будет больненько. Я отвернулась. Она такая, я взяла самую маленькую голочку для младенцев. И вообще ничего не чувствовала. Она такая, молодец, 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 молодец. И это было, блин, так мило. Боже мой. Почему все доктора не могут быть настолько аккуратными? Ну, вот респект этой женщины. Клиника доктора. Одобряем. Все время назад я купила этот штатив и, наконец-таки, я начинаю его использовать по назначению. Интересный факт, что когда ты снимаешь со штатива, ты снимаешь меньше. Вообще, я весь день просидела за заданиями. Это такая Dash Center. Нифига, ты не просидела за заданиями, ты меня смотрела. Но нет, на самом деле я правда работала. Вот сейчас решила передохнуть с Дашей, пересмотреть ее видео. Также я уже перекусила, купила какие-то нереальные яблоки. Купила их дважды. Я уже говорила, да, что холодильник вроде заработал. Поэтому я купила еще и ягодки. И сейчас я хочу заварить себе чаечек. Еще маленький апдейт. Это лучшая Леонардина игрушка. Моя резинка. Вот куда они пропадают. Ребят, только посмотрите, какая красота. Наш клуб почти готов. Просто остались последние доработки. И скоро ты сможешь быть со мной в одном клубе. И мы сможем развиваться вместе, общаться, устраивать завтраки и наслаждаться. Будет небольшой членский взнос, но после определенного периода, когда вы сможете все попробовать. Я не могу. Это настолько просто круто. Давай, давай, давай. В общем, в субботу или в понедельник это уже все начнется. Когда вы сможете туда вступить. Как мы сейчас последние доработки делаем. Потому что еще будут очень много материалов вам классно присылаться. И я не верю, мне страшно, но я безумно счастлива за это. Если это видео выходит в субботу, в понедельник, то внизу будет ссылка. И вы сможете уже перейти. Но, или если это позже, то я тоже добавлю сюда ссылку. Обязательно переходите, смотрите и хотя бы попробуйте. Это стоит того. Это всегда будет того стоять. Люди того стоят. И человеку нужен человек. Я вот сегодня как раз таки все, все материалы доделываю, делаю тесты. Заданием стыкаем, да, продумываю. Интересно, потому что я сама себя тыщу. То есть я нашла кучу тестов крутых. И я сейчас сама себя тыщу. И я такая, типа, вот. И знаете, вот тоже очень клевый тест, который я сейчас проходила. Киби на определение своего типажа тела. И у меня пришло осознание сейчас, что наше-то тело, оно заложено природой. И сколько мы ни худей, сколько мы ничего не делай. По факту мы остаемся, блин, сами с собой. И это круто. Поэтому если вы еще ни разу не проходили тест Киби, извините, Киби. Вот, я могу прикрепить ссылку внизу. Тоже попробуйте, пройдите. Мне будет интересно знать, какой вы тип. Потому что я... Сейчас скажу, какой я тип. Вообще... Не совсем, на самом деле, поняла. Я, как бы, хочу еще пройти разочек. Потому что я яркий гамин. Но... И как бы в целом меня это устраивает, конечно. Мне кажется, я что-то не так ответила. Поэтому я хочу еще посмотреть. Потому что я, ну, типа, смешанный. Один раз был один, другой другой. Вот. Поэтому мне интересно, кто вы. Короче, я вообще супер эмоциональная сейчас. И... Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Но... Да. Я рада. Я держу в голове, что лучше сделать и пожалеть. Чем не сделать и пожалеть. Поэтому я делаю. Поэтому я всегда буду делать. Продолжение следует...